Тихон Зитко Белый дом готовит адекватный ответ Ассаду. Пентагон разрабатывает план военной операции в Сирии после химической атаки в Идлибе. Великий китайский визит в США всего на сутки прибыл глава республики Си Цзиньпин, которого Трамп критиковал во время предвыборной кампании. Филибастера не вышло. Сенат США изменил правила голосования по кандидатуре в члены Верховного суда. Уже завтра Нил Горсыч, вероятнее всего, будет утвержден в должности. Киев ждал этого 12 лет. Европарламент одобрил введение безвизового режима с Украины. Окончательное решение за Советом ЕС. Итак, Соединенные Штаты разрабатывают ответ на химическую атаку в Сирии. Вашингтон уверен, что за ней стоит режим Башара Ассада, а потому готовит адекватный ответ, который в конечном счете должен привести к уходу действующего сирийского президента. Об этом сегодня заявил госсекретарь США Рекс Тилерсон. Впрочем, детали этого ответа он не раскрыл. Очевидно, что события, которые произошли в последние дни в Сирии, а именно атака с использованием химического оружия, ужаснули всех нас. Это трагедия на первых полосах газет и на наших телевизионных экранах, часть сирийского конфликта. Нет сомнения, и информация, которую мы получаем, это подтверждает, что Сирия, сирийский режим под лидерством президента Башара Ассада, несет ответственность за эту атаку. И я думаю, что теперь очень важно, чтобы российское правительство тщательно задумалось о дальнейшей поддержке режима Ассада. Скажите, Ассад должен уйти? Роль Ассада в будущем пока еще не ясна, но, учитывая его последние действия, я думаю, что в будущем у него нет шансов управлять сирийцами. Какие шаги Соединенные Штаты готовятся принять, чтобы отстранить Ассада от власти? Процесс ухода Башара Ассада от власти требует усилий международного сообщества, чтобы сначала победить ИГИЛ в Сирии, стабилизировать ситуацию в Сирии, избежать продолжения гражданской войны и затем вместе с нашими партнерами по всему миру разработать политические шаги, которые приведут к уходу Ассада. Новые военные удары. Было много сообщений об этом. Как вы можете это прокомментировать? Мы разрабатываем адекватный ответ на атаку с применением химического оружия, которое нарушает все предыдущие резолюции ООН, нарушает международные нормы и соглашения между сторонами, включая сирийский режим, российское правительство и всех других членов Совета безопасности ООН. Это очень серьезная ситуация. Она требует серьезного ответа. О том, что США рассматривает военные меры против Сирии после химической атаки в Идлибе, сегодня сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. По его данным, президент Дональд Трамп сообщил об этом нескольким членам Конгресса. Сам американский президент в самолете по пути во Флориду опроверг эту информацию и отказался в разговоре с журналистами раскрывать свои дальнейшие действия в отношении Сирии. Впрочем, он отметил, что без реакции химическую атаку оставлять нельзя. Ее Трамп назвал запредельной и позором для человечества. Сегодня вечером, как ожидается, Трамп встретится со своими советниками по безопасности. По данным издания «Интерсепт», там представители Пентагона представят президенту план, который предполагает массированные удары ракетами «Тамагавк» по сирийским объектам ПВО. Чиновники, рассказавшие изданию об обстоятельствах плана на условиях анонимности, отмечают, что подобные удары приведут к прямой конфронтации с Россией и гибели российских военных. Ведь они помогают сирийской армии на объектах ПВО. И именно это сдерживает главу Пентагона Джеймса Мэттиса. Решение будет принимать президент Трамп. Он, напомню, в предыдущие месяцы заявлял о желании налаживать отношения с Москвой. Впрочем, никакие официальные лица информацию о существовании такого плана пока не прокомментировали. О том, что США готовы в одностороннем порядке вмешаться в сирийский конфликт, накануне заявляла и представитель США при ООН Ники Хейли. Выступая на заседании Совбеза, она раскритиковала Кремль за то, что он не способен обуздать своего союзника. Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась, спросила Хейли. А сенатор от республиканской партии Марко Рубио прямо назвал Владимира Путина военным преступником, за то, что тот оказывает поддержку режиму Башар-Асада. Мы не можем это игнорировать. Мы не можем игнорировать действия страны, которая считает возможным делать такие вещи. Этого бы не произошло, если бы Владимир Путин не прикрывал Асада. Еще раз повторяю, тот, кто поддерживает этот режим, тот, кто защищает этот режим от международных санкций, военный преступник. Владимир Путин – это военный преступник, который помогает другому преступнику убивать свой собственный народ. В Кремле тем временем заявляют, что Россия не собирается безоговорочно поддерживать Асада. Об этом сегодня рассказал журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом в Москве настаивают на том, что химическая атака в Идлибе в первую очередь выгодна террористам. Кроме того, по мнению пресс-секретаря российского президента, произошедшая атака не повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. Это действительно очень опасное и чудовищное преступление. Вместе с тем, вешать ярлыки поспешно, с нашей точки зрения, было бы неправильно. Сразу после вот этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район. Ни у кого не было доступа в этот район. И, соответственно, никто не мог обладать реалистичной проверенной информацией. Соответственно, любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, они не могли зиждиться на материалах объективных. Как уже было сказано, ситуацию в Сирии и возможный ответ Соединенных Штатов президент Трамп будет сегодня вечером во Флориде обсуждать со своими советниками по национальной безопасности. Это произойдет после его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпиньем, который проходит как раз в эти минуты. Визит председателя КНР краткий, всего на сутки, и статус у него неофициальный. Визит начался с конфуза. Во Флориду гость прилетел раньше хозяина. Си Цзиньпиньем потому встречал госсекретарь США Рекс Тилерсон. Журналисты при этом отмечают, что отношения между двумя лидерами далеки от идеальных. Ведь еще во время избирательной кампании Трамп в своих выступлениях постоянно обвинял Поднебесную. Прежде всего в том, что из-за Китая Америка теряет рабочие места и влияние в мире. Торговые отношения, по мнению наблюдателей, должны стать основной темой переговоров. Кроме того, лидеры Китая и США должны обсудить северокорейскую ядерную программу и размещение американской системы ПРО в Южной Корее. Еще накануне визита, несколько дней назад, Трамп предупредил в Твиттере, что переговоры будут трудными. Наладить дружбу с Россией и показать кулак Китаю. Примерно такой внешней политики можно было ожидать от администрации Дональда Трампа. Анализируя его предвыборную риторику, на деле же все оказалось сложнее. Отношения с Россией усложняются каждый день, а в Белом доме начинает преобладать более взвешенный подход к китайскому вопросу. К тому же встреча с лидером Китая происходит до того, как началась даже самая предварительная подготовка к встрече с представителями российского руководства. Говорит ли это о том, что это направление внешней политики более приоритетное для США? Обсудим с политическим обозревателем РТВА Марии Гордона. Она в студии. Мария, приветствую вам слово. Здравствуйте, Тихон. Каковы бы ни были приоритеты теперешней администрации, трудно спорить с тем, что роль Китая в современном мире стремительно растет. Американские консерваторы уже давно говорят о том, что администрация Обамы со своей легендарной нерешительностью уделяла ей слишком мало внимания. Лично Трампа еще давно раздражал торговый дефицит в отношениях с Китаем, который на данный момент превышает 300 миллиардов долларов в год. В его предвыборных речах Китай всегда был злодеем, наряду с Мексикой. Обещания построить стену на южной границе перемежались с призывами поставить Китай на место. Но Мексика останется Мексикой, а сфера китайского влияния неизменно расширяется. И здесь перед США стоит нелегкая задача. Как взять этот процесс под контроль и при этом не доводить до открытой конфронтации? В Белом доме, по словам инсайдеров, сейчас конфликтуют две точки зрения. Одна, что ближе лично президенту, за более агрессивный тон в отношениях с Китаем. Вторая выступает за более взвешенный, центристский подход. Со стороны центристов зять президента Джаред Кушнер, деловые интересы которого еще недавно были тесно связаны с китайскими финансами. С другой стороны, праворадикальный идеолог Стив Беннон, который считает, что в недалеком будущем столкновение между Востоком и Западом приобретет черты конфликта цивилизаций. Может быть, с этой точки зрения становится понятным изначальное желание команды Трампа перезагрузить отношения с христианской Россией и принять более жесткий тон по отношению к мусульманскому Востоку и коммунистическому Китаю. Однако планы меняются. Отношения с Россией становятся все более проблематичными, а китайцы, по сведениям источников, предлагают интересные сделки в виде инвестиций в американское производство. В целом, сегодняшний визит должен показать, какой подход к Китаю, мягкий или жесткий, возоплодает США. Есть опасения, что на данный момент китайская доктрина остается несформулированной. Важнейший визит лидера КНР в США готовили двое. Это китайский посол в Вашингтоне и тот же Джаред Кушнер, у которого нет никакого опыта в дипломатии и очень мало свободного времени. Он только день назад вернулся из Ирака. Тихо. Спасибо, моя коллега Мария Гордон о непростой внешнеполитической доктрине Соединенных Штатов Америки. От проблем внешнеполитических к вопросам внутренней политики США, которые, впрочем, также связаны с другими странами, расследование возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с властями России обрастает все новыми скандальными отставками. Сегодня из комиссии, которая ведет следствие в Конгрессе США, самоустранился ее глава Дэвин Нунес, он же председатель комитета Нижней палаты по делам разведки. Этого уже давно добивались многие демократы. И это уже третий человек, на карьере которого отразились возможные связи администрации Трампа с Москвой. Тему продолжит Валерий Кипелов. Еще один видный республиканец вне игры. Конгрессмен от штата Калифорния, он же председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Дэвид Нунес, снимает с себя обязанности главы Следственной комиссии. Последняя изучала предполагаемые связи команды Дональда Трампа с Москвой. Недавно я подтвердил, что в ряде случаев разведывательное сообщество случайно собирало информацию о гражданах США, вовлеченных в процесс перехода Дональда Трампа в Белый дом. Сведения об американцах, связанных с новой администрацией, детали, несущие небольшую или нулевую ценность для зарубежных разведслужб, были широко распространены в отчетах разведывательного сообщества. В-третьих, я подтвердил, что дополнительные имена членов переходной команды Трампа были рассекречены. Наконец, в-четвертых, хочу предельно ясно заявить, что никакие из собранных данных не были связаны с Россией, или же с расследованием действий России или команды Трампа. Нунесс оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он тайно посещал Белый дом для того, чтобы встретиться с неким секретным источником. О своем визите Нунесс не сообщил коллегам по комиссии, хотя не имел права скрывать этот факт. Визит в Белый дом выглядит неоднозначно, так как комиссия Нунесс расследует как раз действия хозяина Белого дома и его окружения. Демократы и группы общественных активистов многократно призывали Нунесса отстраниться от следствия. По мнению критиков, председатель комитета по разведке был слишком близок к Белому дому и поэтому не мог быть объективным. Нунесс раз за разом отвергал эти обвинения и уходить категорически отказывался. Но вот в Комитет по этике Конгресса поступает сразу несколько жалоб на народного избранника. В тот же день Дэвин Нунесс объявляет о временном самоустранении от следствия. Третье лицо государства и коллега Нунесса Пол Райан пытаются сгладить скандал, несущий консерваторам очевидные репутационные потери. Во-первых, скажу, что за долгие годы Дэвин Нунесс заслужил мое доверие за свою честность и преданность той критически важной работе, которую разведсообщество делает для обеспечения безопасности Америки. Он продолжает пользоваться моим доверием. Я знаю, что Дэвин Нунесс готов продемонстрировать комиссии по вопросам этики, что он следовал всем предписаниям и положениям закона. В то же время понятно, что нынешний процесс отвлекал бы Комитет Палаты представителей по делам разведки от расследования вмешательства России в наш процесс выборов президента. Председатель Нунесс предложил принять его самоотвод. Я полностью поддерживаю это решение. Теперь работу Нунесса продолжит его коллега, другой республиканец из того же Комитета по разведке, конгрессмен Майк Коновей. Скандал, связанный с предполагаемым российским следом в компании Дональда Трампа, становится все больше головной болью для президента США и его партии. Из-за скрываемых, но в итоге попавших в прессу фактах о контактах с российскими официальными лицами, ближний круг главы Белого дома покинули экс-менеджер предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, советник по вопросам нацбезопасности генерал Майк Флинн, под давлением общественности и политиков устранился от расследования протеже Трампа генпрокурор Джефф Сэшнс. Подозрения в связях с Кремлем возникли и в отношении зятя, он же старший советник президента Джареда Кушнера. Параллельным расследованием всей этой запутанной истории занимаются не только спецкомиссии Конгресса, но и как минимум шесть федеральных спецслужб. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI. Сенат США сегодня изменил правила голосования по кандидатам в члены Верховного суда, и это произошло впервые за два столетия. Все ради того, чтобы республиканцы смогли утвердить на место Верховного судьи выдвиженца президента Трампа Нила Горсача. Консервативное большинство Верхней Палаты добилось изменения процедуры голосования, лишив оппонентов, в этом случае демократов, возможности блокировать избрание путем так называемого филибастера. За новые меры выступили 52 сенатора, 48, соответственно, были против. Ранее для утверждения кандидатуры на пост в Верховный суд требовалась поддержка не менее 60 сенаторов, теперь достаточно простого большинства. Препятствий для утверждения Нила Горсача на должность члена Верховного суда таким образом не осталось. Горсач будет играть важнейшую роль в жизни Америки еще много лет или десятилетий, после того, как назначивший его президент сойдет со сцены. Сегодняшнее голосование обсудим с нашим политическим обозревателем Владимиром Козловским. Он присоединяется к нам в эфире. Владимир, добрый вечер, вам слово. Привет. Впервые Сенат США забаллотировал кандидата в Верховный суд 222 года назад, когда никто иной, как президент Джордж Вашингтон, чьим именем потом назвали огромный мост у нас в Нью-Йорке, назначил Джона Раттледжа из Северной Каролины председателем высшей судебной инстанции страны. Сенат прокатил Раттледжа. Как он прокатил бы сейчас назначенного Трампом судью Нила Горсача, если бы республиканцы не прибегли к ядерному варианту, то есть полностью не отменили бы так называемую обструкцию. Так Сенат США сделал еще один шаг по пути превращения Америки из республики в демократию. Отцы-основатели США побаивались тирании большинства и поэтому сделали демократию в Америке частично непрямой. Отсюда коллегия выборщиков, без которой нашим президентом была бы сейчас Хиллари Клинтон, и мы, журналисты, умерли бы от скуки. Отсюда по два сенатора от каждого штата. От Крошечного Рудайлина до Гигантской Калифорнии. Отсюда институт обструкции в Сенате, при котором меньшинство может потребовать, чтобы кандидат на государственный пост или федеральные судьи был утвержден не менее чем 60 голосами из 100. То есть могло потребовать, поскольку сперва обструкцию частично отменили демократы, а теперь республиканцы ее добили. Это неизбежный результат растущей у нас политической поляризации. Назначения в Верховный суд проходили со скрипом и раньше. Вскоре после гражданской войны в США Сенат был так недоволен одним кандидатом в Верховный суд, что вообще упразднил место, на которое его назначил президент Эндрю Джонсон. В 1939 году Рузвельт пожал бурю протестов, назначив Верховный суд Феликса Франкфуртера. Кто был недоволен тем, что кандидат не принадлежит коренной нации, а прибыл в 13 лет из Австрии? Кого не устраивало, что он иудей? Кого настораживало, что он был членом Левого Американского Союза гражданских свобод? А кого смущало, что фамилия Франкфуртера означает в Америке сосиску? Последняя шутка. Франкфуртер прошел и стал единственным в истории членом Верховного суда, родившимся за границей. Давно вообще в Сенате появилась обструкция? В 1837 году. В 17-м году в России произошло известно что. А в Сенате США решили, что для прекращения прений будет требоваться супербольшинство в две трети голосов, то есть 67. В 75-м году постановили, что хватит и 60. Было время, когда прения воспринимались буквально. Рекорд поставил в 57-м году республиканец Тром Турманд, который саботировал принятие законов о гражданских правах и проговорил 24 часа 18 минут подряд. В наши дни достаточно объявить намерение провести обструкцию. Чтобы ее сломать, до 13-го года требовалось 60 голосов. В Сенате тогда княжили демократы, и их бесило, что республиканцы всю дорогу тормозят назначенцев Обамы, прибегая к обструкции. Демократы восстали против этой, как они выражались, тирании меньшинства и отменили обструкцию для чиновников и всех федеральных судей, кроме членов Верховного суда. Осторожные люди заклинали их этого не делать и сыпали поговорками типа «что посеешь, что и пожнешь». Но соблазн был неодолим. Так что демократам удалось пожелкнуть массу назначенных Обамой либеральных судей, которые сейчас начинают саботировать начинание Дональда Трампа. Но скептики в конечном итоге оказались правы. И сейчас демократы пожинают плоды своего маневра 2013 года. Я болею за Горсача, но я не в восторге, что для его утверждения республиканцам пришлось добить обструкцию. Рано или поздно они начнут по ней ностальгировать. Спасибо, политический обозреватель РТВА и Владимир Козловский. Ну а новости продолжатся буквально через минуту. Поговорим о том, чего Киев ждал 12 лет. Европарламент одобрил введение безвизового режима с Украины. Окончательное решение за Советом ЕС. Об этом и не только. Через пару минут на РТВА никуда не уходите. Продолжение следует... Когда украинцы смогут свободно ездить в Евросоюз, выяснил корреспондент РТВА и в Киеве Арсен Цымбалюк. У здания миграционной службы ажиотаж. Украинцы подают заявки на биометрические паспорта. Без виз в Европу могут путешествовать лишь владельцы таких вот документов с чипом. Наталья сегодняшнюю новость об отмене виз услышала от нашей съемочной группы. Киевлянка воодушевлена и уже готова отправиться в путешествие. Человек должен быть свободным. Свободный человек, который всюду бывает, все видит. Не жить там, а побывать и увидеть всю красоту земли нашей. 521 голос за. Против 75 депутатов. В основном это правые и националисты Франции и Италии. Аргументы скептиков – слишком высокий уровень коррупции в Украине. Обозреватели говорят, Киев заслужил открытие границ. Общество нуждается в хороших новостях. Политически и символически это будет еще один важный ощутимый шаг на пути в Европу. Именно в этом значение безвизового режима. Хотя вот есть такой психологический эффект – это затянувшиеся ожидания. И эффект будет уже, может быть, меньше, чем он был бы, например, в 2015 году. Вот если бы получили в 2015 году, позитивный эффект психологически был бы гораздо сильнее. Отмену виз украинцам впервые пообещал президент Виктор Ющенко в 2005 году. Тогдашний глава государства уверял даже, что к 2015 Украина станет членом Евросоюза. Последующие годы подобные обещания давал едва ли не весь политический истеблишмент страны. Украинские политики обещали гражданам получение безвизового режима с Европейским Союзом почти сотню раз, посчитали социологи. Самым щедрым на подобные обещания оказался Петр Порошенко. Глава государства на протяжении года 11 раз уверял общество в скором открытии границ ЕС. Впервые Порошенко упомянул безвиз ровно три года назад, в апреле 2014-го. Сегодняшнее решение Европарламента – это победа команды президента. Соглашаются даже критики Петра Порошенко. Сам глава государства в отличном настроении и не скрывает радости. Это историческое голосование не только для Украины. Я абсолютно уверен, что это историческое голосование для Объединённой Европы. Европы, с которой будущее Украины. Это сигнал для украинцев, которые твёрдо верят в европейскую идею. Не нарушать правил и законов ЕС, выезжать из шенгенской зоны вовремя, не задерживаться. Украинский МИД призывает граждан к ответственному отношению к новым возможностям, ведь они не безграничны. Прежде чем утвердить безвизовый режим для Грузии и Украины, ЕС принял механизм экстренного закрытия своих дверей. В случае увеличения потока мигрантов из этих не самых благополучных стран бывшего соцлагеря, безвиз просто свернут. На территории Евросоюза можно пребывать не больше 90 дней на протяжении полугода. А пограничникам обязательно предъявлять обратный билет, бронь гостиницы и деньги на счету. По грузинскому опыту, то, что сейчас читаешь, тут мало о двух концах. С одной стороны отменяют визы, но с другой стороны, ты едешь на границу, едешь с тем же пакетом документов. И тебя могут остановить просто на границе и вернуть обратно. После официальной публикации решения Европарламента о безвизе, его должны подписать лидеры всех государств ЕС. По предварительным данным, голосование состоится 26 апреля. И уже с июня украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без ограничений. Грузины, напомню, уже неделю как обладают такой возможностью. Арсен Цымбалюк, Дмитрий Клименко, РТВА, Киев. Еще из новостей дня новая версия теракта в петербургском метро появилась в российских СМИ. Агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Акбаржон Джалилов, предполагаемый террорист-смертник, мог не планировать взрывать себя в вагоне поезда. Бомбу якобы привели в действие организаторы теракта дистанционно. На это, по мнению источников «Интерфакса», указывает поведение Джалилова перед взрывом. Накануне же звучало предположение о том, что бомба у Джалилова взорвалась случайно. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к следствию. Всего по делу о теракте задержаны 8 подозреваемых. Напомню, взрыв прогремел в понедельник днем в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 13 человек, еще один убитый, предполагаемый исполнитель теракта. Около 50 человек получили ранения. В тот же день еще одну бомбу гораздо большей мощности нашли на станции «Площадь восстания». Это взрывное устройство удалось обезвредить. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я, Тихон Дзитку, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на РТВА.